здравствуйте друзья с вами наталья гелезудинова и мой канал делимся опытом взаимно сегодня я вам покажу свои томаты видите там гремит у меня свои томаты которые расположены у меня посажены то есть вот в такую тоннель вот в такую тоннель так вот она выглядит и это я мы ее так зовем тоннель а это просто томаты в открытом грунте которые я прикрываю вот таким укрывным материалом какие же томаты у меня там растут и как они себя чувствуют здесь вот в начале томаты посажены которые сидели в стаканчиках ранее а вот здесь вот с них и начнем это томаты которые росли в рассадники вот здесь маленькая тень но я думаю видно вот этот кстати пропадает что-то я не буду ждать пока он приживется и завтра же пересажу его из рассадника не его а другой томат из рассадника на его место и так начнем показывать вот это томаты дрова вот так они себя чувствуют вот уже они начинают там свисти а а вот тот их у меня два а вот второй он конечно уже цветет и такой вот побольше вот эти томаты настенька да на улице они намного меньше чем в теплице не они конечно в теплице другие сорта эти сорта конечно детерминатные низкорослые настенька очень крупные будут плоды но пока вот они в таком состоянии это чудо земли тоже вот уже цветет этот цветет два у меня их томата чудо земли про них ничего не знаю тоже детерминатные я их высаживаю первый высадила первый год поэтому выращиваю первый год демидов вот такие демидов тоже это сюда посадила с рассадника но я даже не вижу чтоб он даже и зацветал здесь у меня зазуля томат это образное название он конечно цветет он конечно цветет и такие томаты довольно большие они знаете их я уже сажала ранее и вообще раньше каждый год сажала в рассадники одни их их очень очень много их не пасынкует вот сколько пасынков на них столько будет и томатов на пасынках все цветы цветы вот за эти томат просто будет желтая цвету и столько же завяжется томатов грамм по 100 от 70 наверное до 120 вот такие томатики под самой шкуркой оболочкой сладкие а сок с кислинкой очень очень вкусные и урожайные но единственный недостаток у них значит пасынки или стволы потом они будут уже стебли они будут прямо в разные стороны не компактно растет а разрастается в стороны ему будет постоянная нужна как-то подвязка ну и ничего страшного главное что они вкусные и урожайные вот здесь вот сорт санька ну санька конечно он урожайные многие его сажают вот он уже цветет выглядит хорошо но он я бы не сказала что очень вкусный ну людям есть которым ну это не важно вкус а важен урожай и таких людей очень очень много вот это санька ну я говорю о своем мнении мне он не очень вкусный а многие его любят это вот петруша огородник вот у него уже там зацвел он уже и вот второй который говорю я его обязательно поменяю что-то не знаю повредила наверное корешок когда сажала не знаю и я даже посадила сюда малахитовую шкатулку вот она набирает уже ну у нее бутоны скоро расцветет вот две они были в стаканчиках но мне вот до того жалко уже выбрасывать они такие вкусные и я решила что я все-таки посажу сюда хотя они тепличные но я думаю что вырастут посмотрим так это у меня любимый праздник они вот такие еще тоже маленькие но уже там вот набрали цвет вот любимый праздник очень хорошие томаты крупноплодные сердцевидные и считаются детерминантными но по крайней мере на улице они не сильно высокие растут так это большая малина это тоже как бы тепличные и сюда их не планировалось сажать ну вот так вот посадила там они уже набрали цвет конечно такие как в теплице они не будут а кстати у меня еще большая малина есть такие побольше два которые я потом в рассадник высажу так и здесь вот вот бердский крупный бердский крупный вот он уже зацвел вот эти вот томаты не такие зелененькие потому что они были стаканах а там уже начала рассада желтеть потому что перестояла и вот такой вот геракл два томата тоже детерминантный ни разу не сажала посмотрим что за геракл он тоже сидел долго не рос потом ничего зарос зарос и вот вырос вот нормальным нормальным вот друзья такие томаты у меня в тоннеле следующий ролик я вам покажу какие же томаты у меня в открытом грунте вот такие наши дела огородные на этом я думаю что свой ролик я закончу и с вами попрощаюсь до свидания заходите на мой канал оставайтесь главное на канале подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропустить видео ну и хороших вам урожаев пока пока с вами была Наталья